Мы приветствуем Ильварса, интересуемся, готов ли он диагностики и чистки, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он доверит, и он как будто одет в какой-то костюм эластичный и как водолазов такой, по всему телу, с капюшоном вместе. Хорошо, сканер снимет с него этот костюм, разрешивая, выведя его вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами. Они включаются и подсвечиваются. Выключай их все, выводи полностью эту конструкцию из его биополя, и как этот костюм выходит с подключками, отправляй его в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, так лучше, Ильварс. Он шею трогает, так лучше, у него на шее как скоба такая большая. Сканер, просканируй эту скобу, отключи ее, выведи из биополя и отправь в клетку там, где костюм. Он говорит, что она перекрывает поток энергии. Сейчас мы найдем того, кто это делает. Готово. И послушаем его. Даю команду, значит, Рискенер сканирует пространство над головой Ильварса под ногами, 360 градусов вокруг него. Скенер сканирует все семь тонких тел Ильварса, находит все. Здесь рептилоид. И два Грея. Два Грея. Вот это их подключки. Кто еще? Дальше идет Хамелеон. Хамелеон. Джин. Какое? Пени. Хорошо. 37, 12. Есть. И у него тот же Бес. Тот же Бес? Да. Хорошо, Бес. Опять ты здесь? Он жадный. Я смотрю, ты реально жадный. Больше никого нет? Нет. Хорошо. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Считай цифру рептилоида над головой. Восемьдесят девять. Ты кто, военный или ты лаборант? Лаборант. Хорошо. Значит, Грея ответственный. Грея, кому из вас эту скобу сегодня вставить в голову? На кого одеть этот костюм, перепрограммировать его на 80% отток энергии и включить на полную мощность? Кто из вас готов? Тишина. Нет, они не хотят это. Это не для них. Не для вас. Может, рептилоид захочет, они не хотят. Может, рептилоид захочет. Понятно. Хорошо. Хорошо у него. Я потом спрошу рептилоида. Мне будет интересно, что он ответит. Хорошо. Вы управляли всей этой фишкой. Рептилоид здесь просто лаборант, который наблюдал за вашей работой. Так что, Грея, как вы понимаете, вы знаете, вернее, куда вы попали. Вы уже считали информацию. Здесь не любят шуток и не любят обманов. Вы сегодня всю информацию будете давать, которую я буду у вас спрашивать. Да и команду тонкой копии Ильварса спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. От всех негативных программ, негативных мыслей, форм пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ильварсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо. Жадный бес. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 месяца. Синий джин. Что ты делаешь здесь? Сколько ты находишься в этом биополе? Год и 2 месяца. Хорошо. Хамелеон, сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. 4 года. И рептилоид с Грейми, эта конструкция. Сколько находится в этом биополе? Они за ним смотрят последние 7 лет. 6 лет, как одет на скафандр, назовем его. Да. Какая цель эксперимента, что вы делали? И последние 3 года скоба. Для чего скоба и для чего скафандр? Скафандр обтекает, его ограждает. Он варится только в своих энергиях, отталкивая чужие. А вы что делаете с этой энергией, которая варится? Мы варим, доводим до кипения, уменьшаем огонь. Понятно. Как у нас с реверсом? Это опыт энергии. Скоба, она ограждает. Поток энергии. Потом отпускает небольшой поток. И меняет течение и реакцию потока. Очень схожа с вашими реками, наполняющимися весной. Какой лирический. Это экспериментальный процесс. Понятно. Эксперимент ваш. Понятно. Вы слышали о законах мироздания, о праве души, свободном праве. Понятно. Вы знаете тогда о последствиях нарушения этого закона мироздания. Здесь не только замешана душа. Мы экспериментируем с энергиями биороботов и их использованием человека. И это все оправдывает. То, о чем я до этого говорил, для вас не играет никакой роли. Я правильно понимаю? Да, это не имеет отношения. Отлично. Посмотрим, как на это. Я еще не знаю. У меня только два вопроса. Я не знаю. Или отдать вас военным, или отдать вас межгалактическую полицию. Вот такой у вас вариант есть. Понимаешь, я думаю, для военной полиции вы пока еще и для военных вы не доросли. У нас есть что предложить. Ну, посмотрим, согласятся ли в межгалактической полиции. У нас большие разработки. Хорошо. Это уже не мне будет решать. Вера, реверс закончился? Разговорчивый Грей. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Ильвард забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Ильвард себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Все родные энергии. Все, что на чистоте Ильвардса находится. Ильвардса мощным потоком пошло назад. Усилив 50 раз. На него возвращается голубая энергия в шею. Растекается полностью. Где стояла скоба, там пустота была. Туда идут энергии. Чакры. По чакре. Понятно. Готово. Хорошо. Бескажи мне, где лярва находится. Да, он высматривает. Потому что на нем был этот костюм, и он его так и видел. А теперь он его по-другому видит. Конечно. У него в ногах лярва. Хорошо. Я полагаю, так как ты жадный, ты хочешь эти лярвы тоже получить, да? Да, он очень хочет. Тогда сначала выходи, снимая, как всегда, все, что ты оставил в этом биополе. Докладывай на месте, я дам отдельную команду. Приступай. У него нитки запутаны, ноги. Понятно. Готово. Разрешай тебе забрать все лярвы, которые ты нашел в его биополе. Ничего не оставляй, возвращайся назад. Готово. Хорошо, синий джин, тебе выходить не надо, собирай прямо на месте. Всю пыль, все подключки, втягивай в себя, ничего не забывай, приступай. Когда он просыпался, утром у него была потеря энергии. Эта энергия, потеря энергии связана с чем? С этим костюмом и скобой, или подключкой, которая стоит в его спальне, где он спит? Это костюм. Это костюм, хорошо. Джин забрал. Хорошо, хамелеон, выходи, вытаскивай в свое гнездо. Где ты сидел, в сердечной чакре? В сердечной чакре, дергал. И что получалось, когда ты дергал? Что там, смена настроения была или как? Опиши. Смена настроения и мысли, смена мыслей. Понятно, хорошо. Снижение вибраций. Последние 4 года. На пустом месте негатив. Это работа хамелеона. Ильварс теперь знает, почему на пустом месте возникала смена настроения. Он все снял. Скеннер, просканируй сейчас Ильварса на чистоте рептилоида Греев. Их костюмы и скобы. Осталось ли что-то в биополе еще не замечено? Если найдешь, выводи полностью все. Отключай, выводи из биополя. Да, есть на голове еще как такая железная шапочка. Хорошо, снимай ее, отключай вместе со всеми проводами, вытаскивай, чипами, датчиками. И как выйдет, отправляю в клетку тюрьму. Готово. Отлично. Хорошо, дай мне полноту души Ильварса на настоящий момент. Скеннер. 100%. Отлично. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Ильварса с этим костюмом и скобой, а также рептилоидами игры и двумя Греями, хамелеоном, синим джином и бесом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Отлично. Включаем внутренний белый свет Ильварса. Этим светом выдавливает из себя все негативное патогенное низкоабрационное чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выхулит, формируется перед ним шар. Вышел шар небольшой. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Подхожу к Ильварсу, помогая моей энергии отстегнуть ему все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Жадный бес, я полагаю, ты на этот эмоциональный фантом положил свой глаз, да? Я пустой, мне нужно много энергии. Ну хорошо, тогда все порталы мне пока аж в квартире, тогда я буду, когда все закрою, соберу тебе еще там негатив. Выходит эмоциональный фантом Ильварса, проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, также все низкоабрационные эмоциональные энергии, все это низкоабрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У него вышел фантом, он с первыми клубами, и там постоянный вопрос у него есть, правильно ли он поступает, правильно ли он делает, у него постоянные сомнения. Сомнения, понятно. Кто ответственный за сомнения из вас? Или это его черта характера? Это вышло на его фантоме. Хорошо, Ильварс, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачивай энергии в шар, забираешь бес голодный? Да. Отправляю. Готово. Хорошо, кто из вас присутствует еще в квартире? Бес присутствует, я знаю, кто еще? Бес как в пропасть какой-то падает, я даже не вижу, куда в него исчезает, наполняется. Что такое бес? Чего у тебя как в пропасть? Голодный я давно. Да что ж тебя держали где-то в заточении, или что, или мог подпитаться где-то в нашем мире, хоть каждые два метра проходи. Давно не было меня здесь, истощился. В этом плане, хорошо. Итак, Бес, кто еще? Джин. Джин, хорошо. Хамелеон не может там находиться, Грей, что-то есть от вас там, платы? Да, есть. Сейчас я открываю один портал в квартиру, где живет Ильварс, в него уйдут Джин и Бес. Один, два, три, открывается портал в квартиру Ильварса, Джин и Бес уходят в этот портал, собирает все, что они там оставили, дожидается меня, я прихожу, проверяет, пуская каждого на его чистоту. С Бесом, как договорились, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хамелеон, ты готов уходить? Да. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Хамелеона, забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. И рептилоиды, два, Грея. Ну что ж, Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Рептилоид, два, Грея, 89-й рептилоид, он помогал им, Греям, эксперимент ставили, семь лет сидели, шесть лет стояла конструкция, костюм, и недавно они поставили еще скобу, они уверены, что им есть что предложить межгалактической полиции. Мы заберем их, и костюм, и скобу тоже заберем. Хорошо, тогда уберем сами, что в квартире находится. Готово. Отлично, хорошо. Итак, мы закончили. Клетка должна быть у нас пустая, да, Вера? Да. Тогда переходим, поехали по частотам. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Ильварс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. У меня много новых энергий, особенно внутри и в голове. Да, и еще я понял, сомнения – это особенность моей души. Я так канализирую мир, пробую его на вкус, познаю. Хорошо, сомнения, в принципе, в этой жизни важны, лучше, чем доверяться тому, чего не знаешь. Если у вас такой путь познания, значит, это так. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ильварса в его систему биоробот-душа, заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.